Веками океаны становились ареной яростных сражений. На воде и под водой. Вы можете убить сотни людей одним бортовым залпом этих могучих боевых машин. Судостроители создавали всё более мощные и быстрые корабли, чтобы сокрушить своих оппонентов. Страна, обладающая самым сильным боевым флотом, может уничтожить флот и противника и взять моря под контроль. А кто владеет морями, тот владеет миром. Они несли устрашающее оружие. Со времён Второй мировой войны это был первый случай, когда кто-то выпустил торпеду по чужому кораблю. Его надо расследовать. Ну а также корабли освобождали и спасали тысячи людей. По сути, Герда-3 стала спасательным кораблём для тех, кого преследовали нацисты и вдохновляли мужчин и женщин на великие подвиги. Мы будем драться до их или нашей гибели. Мы утонем, но не сдадимся. Корабли и их команды меняли ход мировой истории. Как командир ракетной подводной лодки, я нёс ответственность за то, чтобы предотвратить Третью мировую войну. В этой серии наступает время металлических кораблей. Когда его спустили на Уду, это был самый быстрый, самый большой, хорошо вооружённый, может, самый защищённый боевой корабль в мире. Это история 60 лет прорывов и экспериментов. Некоторые кричали, убирайтесь со своим металлическим гробом. Вы ничего с ним не добьётесь. Но к началу 20 века великие металлические корабли были готовы принести в мир новую эру. У вас есть этот блистающий в прессе корабль. Он выглядит зловеще и могущественно. Он выглядит как будущее, и все его желают. Боевые корабли Первые металлические военные корабли В марте 1845 года произошло соревнование, изменившее будущее морских битв. Два деревянных корабля британского флота встретились в Ла-Манше. Оба шли на новейшем паровом двигателе. Но если Кеф-Олекта несла грибное колесо, то Кеф-Раттлер шёл на экспериментальном пропеллере. Это было перетягивание каната на море. Два корабля были связаны друг с другом за корму. И как только машины начали работать, Раттлер медленно, но верно взял верх, таща Олекта за собой со скоростью 3-5 км в час. Колеса Олекта бешено вертелись, яростно взрывая воду, но безрезультатно. Пропеллер Раттлера брал энергию, производимую двигателем, и превращал её в неостановимую тягу. Его лопасти создавали разницу в давлении между верхней и нижней поверхностью. Выбрасывали воду и втягивали больше воды, чтобы заполнить пространство между ними. Раттлер прорывался через воду в победившем стиле. Он стал очень известен. Повсюду были его большие снимки, и все о нём говорили. Таймс гордо заявила, что превосходство Раттлера было очень наглядным. Британия — это великая морская империя, её флот — её основа. Он контролирует торговые пути, на которых держится процветание страны, а заодно и поставки еды в неё. Поэтому английская публика очень увлечена морем. Национальным героем до сих пор остаётся Горацио Нельсен — это центр английской идентичности. И спустя 40 лет после Трафальгара в мире военных кораблей мало что изменилось. До этого момента. Но состязание между Раттлером и Олегто было не совсем честным. Адмиралтейство жольничало. Исход знаменитой борьбы в 1845 году был предрешён изначально. Двигатель Раттлера был почти вдвое мощнее машины Олегто. Это не было проверкой. Флоту не нужно было перетягивать канат, чтобы знать, что решение в пропеллере. Раттлер был обязан выиграть. Адмиралтейство собиралось отнять у привычного грибного колеса всех сторонников. Поэтому они договорились, что ради будущего британского флота в состязании выиграет Раттлер. Когда для кораблей стали использовать пар, как для торговых, так и для военных, применялись грибные колёса. Но они были неудобны для военных судов, так как требовали места по бокам. А пропеллер позволял поставить машину вниз корабля. Это важно, если борта нужны для орудий. Более мощные орудия требовали большую защиту. В конце 1850-х внимание сместилось от металлических к бронзе из металла. И в начале нового десятилетия Британия представила самый грозный корабль в истории «Кефф» — «Вариор». Спущен на воду в 1860 году. Длина — 128 метров. Команда — 707 человек. Максимальная скорость — 17 узлов. «Вариор» отчасти появился по требованию супруга королевы Виктории, принца Альберта. В 1858 году он увидел строящийся французский корабль «Глуар». Тот имел одну важную новую особенность. Его деревянный корпус покрыли железом. И через 18 месяцев «Вариор» сошёл со стапелей. Это неожиданно быстро для постройки корабля, что тогда, что сейчас. «Вариор» был не покрыт металлом, а полностью сделан из него. Его размер броня и грозное вооружение сделали его первым настоящим боевым кораблём новой эры. Он имел все характерные черты кораблей следующих полутораста лет. Его корпус сделан из металла, его основной двигатель был механическим и работал на ископаемом топливе. Когда его спустили на воду, это был самый быстрый, самый большой, хорошо вооружённый, может, самый защищённый боевой корабль в мире. С его появлением все деревянные военные корабли, строившиеся по всему миру, сразу оказались устаревшими. К тому же, 10-сантиметровая чугунная броня «Вариора» защищала его от нового поколения орудий, уже существовавших на Ла-Манше. В 1820-х годах французы создали взрывающиеся снаряды, которые можно было зарядить в стандартные пушки. И если этот снаряд попадал в корпус линиенного корабля, такого как «Кеф Виктория», он причинял взрывам огромные повреждения. Из-за этого морские битвы стали намного короче, а корабли чаще тонуть. Разработки в производстве сварочного железа предложили нужную защиту. Его можно было выгнуть, его можно было склепать, и теперь могли построить корабль, используя все преимущества по длине и размеру, который даёт железо. «Вариор» мог выдержать обстрел, но он мог и нанести ответный удар. Основным орудием корабля были 68-фунтовые дульнозарядные пушки. Вы могли стрелять цельными ядрами или раскалёнными, или ещё чем-то, что поместится в ствол. Это орудие похоже на то, что вы видели на «Кеф Виктории», только намного больше. И эффективная дальность бортового залпа составляла, как мы подсчитали позже, 460 метров. Это очень много для пушек того времени. Это были лучшие дульнозарядные орудия на тот момент в мире. Но вовведения на борту «Вариора» касались и его моряков. Его команду не набирали силы. Это были профессионалы, и пока они служили на нём, «Вариор» был центром их мира. Люди на корабле были разделены на отряде, в каждом по 18 человек. И каждый отряд жил рядом со стволами, которые вы видите позади меня, возле своих пушек. Они тут жили, они тут спали. На орудийной палубе они старались держать пушечные порты закрытыми, чтобы сохранить здесь тепло. В итоге тут было темно, нужны были свечи, ведь хотя у кораблей была паровая машина, её хватало только на пропеллер. «Вариор» восхищает технологическим прорывом. Но для меня не менее интересны истории людей, связанных с кораблём, потому что это должна была быть весьма странная техника для них в их 30 или 40, потому что они привыкли к деревянным парусным судам, а им предстояло идти в бой на чуде техники, какую им раньше не приходилось видеть. Технология стала вызовом не только для команды «Вариора», но и для самих адмиралов. «Вариор» переписал морскую тактику. С момента появления паруса погода могла определить победителей в битве. Это кончилось. Теперь перед вами был выбор курса на все 360 градусов, и вы могли решать, когда напасть на врага или сбежать. Ветер больше ничего не значил. Он был создан, чтобы драться рядом с боевой линией. В те дни морская тактика еще означала линии кораблей. «Вариоры» и корабли его типа должны были держаться рядом, как пастушьи собаки. Он мог сражаться, держа нужную дистанцию от любого более мощного корабля, с которым мог встретиться. «Вариор» был построен с расчетом на сдерживание. Этим он напоминал современной подлодке «Трайдент». Его ролью было сдерживать врага. Он провел свою жизнь, патрулируя побережье Франции и здороваясь с французскими судами. Потом они расходились в разных направлениях. В начале 1860-х годов Британия обладала самым крупным флотом в мире и самым опасным боевым кораблем в лице «Вариора». Но на том берегу Атлантики гражданская война в Америке породила совсем другие военные корабли. Меньшие, более экспериментальные, но не менее опасные. В 1861 году, в первые месяцы Гражданской войны, на Госпортской верфи, Вирджинии, встроился новый корабль. Он не был похож ни на какое другое судно. Очевидец писал, что он выглядит как крокодил, одержимый злом. Новый корабль назвали «Вирджинией». У Конфедерации Юга в то время не было нормального флота, и корабли северян значительно их превосходили. Некоторые блокировали южные порты. Построив радикально новое судно, лидеры конфедератов надеялись победить врага на море и изменить ход войны. Стивен Рассел Мэлори, военно-морской министр конфедерации, сказал Конгрессу конфедерации, что не построит ещё не виданный никем здесь корабль. В железной броне с нарезанными орудиями и тараном. Если бы они смогли построить корабль так, как хотели, неуязвимый, непотопляемый броненосец, это бы полностью изменило соотношение сил на море между севером и югом. Но Конфедерации не хватало материалов. Построить корабль из обломков было невозможно. Однако нашлась идея. Они взяли для постройки корпус старого корабля северян Мерри Мака, который был брошен и сожжён теми в первые дни войны. Конфедераты смогли, используя механизмы, поднять его, вычистили корпус и начали его преобразовывать. Они убрали все его мачты, и там были орудия по обоим бортам и по одному на носу и на корме, причём с тремя орудийными портами, чтобы можно было стрелять как прямо, так и под углом. Рабочие Госпортской верфи согласились работать четыре дополнительных часа ночью, чтобы поскорее закончить корабль. Мерри Мак, переименованный Вирджинию, был покрыт двумя слоями пятисантиметровой брони по всему корпусу. На его носу торчал жуткий семисоткилограммовый литой таран. Вирджиния была важным проектом, но, к удивлению, не сверхсекретным. Да, нам это кажется странным, но в те времена такие вещи не считались секретными. Вы могли прочесть о них в газетах, поэтому уже военно-морской министр северян Гидеон Уэллс решил, что нам нужен корабль, способный этому противостоять, нужен собственный броненосец. Уэллс объявил конкурс проектов, и одна заявка пришла от Джона Эриксона, ранее помогшего Британии разработать их систему грибного винта. Его проект стал «Монитором». С палубой всего в полуметре над водой «Монитор» должен был стать для вражеских пушкарей как можно меньшей целью. Но самым необычным изобретением Эриксона стала новейшая орудийная башня из восьми слоёв трёхсантиметрового металла и со своей паровой машиной. Выиграв контракт, инженер построил свой корабль всего за сотню дней и подготовил его к бою с Вирджинией. Вообще, это заняло у него сто восемнадцать дней, но я не думаю, что кто-то беспокоился, что он опоздает. Что-то невероятно новое, сорок изобретений, когда на тебя идёт такой монстр, как Вирджиния, южан, ты наверняка и сам захочешь защитить своё любой ценой. спущен на воду в январе 1862 года. Длина — 55 метров. Команда — 57 человек. Скорость — 8 узлов. Это фотографии его команды. Все разного возраста, разных национальностей, включая Саю Картера, одного из семи афроамериканцев на борту монитора. 6 марта 1862 года монитор вышел из Нью-Йорка и двинулся на юг, чтобы встретить Вирджинию, прежде чем она разрушит блокирующие порты флот Севера. Капитаном его был Джон Эл Уорден. Моряки монитора кипели нетерпением во время плавания. Как мы хотели быть там, но наша стальная посудина шла медленно, а монотонная кланк-кланк машины предвещала, что большей скорости не будет. Знаете, в эту ночь никто из нас не притронулся к ужину. Это правда. Они не успели вовремя перехватить Вирджинию. Под командованием Франклина Бьюкеннена новый корабль конфедератов осторожно вышел в первый раз с Госпортской верфи. Его первой целью стал хэмптонский рейд «Крупнейшая естественная гавань в мире», которую блокировал флот северян. Даже сторонники конфедерации сомневались в этом странном военном судне. Люди толпились по берегам отмели. Некоторые кричали «Убирайтесь со своим металлическим гробом! Он все равно бесполезен!» Бьюкеннен обратился к команде. Конфедерация ждет, что мы исполним свой долг. Потом он показал на корабли северян и крикнул «Их надо потопить!» Кое-кто из вас думали, что я не поведу вас на врага. Но я веду вас сейчас. «Идите к пушкам! Идите на палубу! И мы можем утонуть! Но мы не сдадимся!» Так Вирджиния вошла в Хэмптонский рейд. Дозорный на Миннесоте позвал вахтенного офицера, сказав «Сэр, думаю, вы должны взять трубу или телескоп и посмотреть на это? Потому что вроде бы та штука пришла». Великая надежда Юга в первый раз прошла проверку боя. Вирджиния вошла в Хэмптонский рейд 8 марта и уничтожила два стоявших там корабля «Северян». Разбила их в пух и прах. Один протаранил и отправила на дно, а другой подожгла горящим ядром, спалив докла. Это был очень тяжелый удар. Впервые броненосец потопил деревянный корабль. Это одно из орудий Вирджинии, стоявшее на ней в славный день битвы на Хэмптонском рейде. На нем остались шрамы от стрельбы Кэмберленда. Это горячая пушка стреляет раскаленными ядрами. Они заряжали её и готовили к залпу, когда снаряд с Кэмберленда попал прямо сюда, сбив с ног орудийный расчёт и ударив пушку так, что она отскочила, ранив при этом нескольких южен. Но этот малый успех был лучшим, что удалось совершить Кэмберленду. Это было худшее поражение в истории американского флота, вплоть до Перл-Харбор. Правительство в Вашингтоне ударилось в панику. Известно, что военный министр Эдвин Стэнтон стоял у окна и смотрел, ожидая, что Вирджиния пройдёт в Потамак и обстреляет Белый дом. Конфедераты были уверены, что смогут уничтожить любой корабль северян. Но в полночь странный броненосец вошёл в Хэмптонский рейд со стороны Нью-Йорка. Это был монитор. Битва не кончилась. На рассвете Вирджиния, которую северяне всё ещё звали Мерримаком, подошла, чтобы добить Миннесоту, севшую вчера на мель. Команда Вирджинии не знала, что крошечный монитор прячется за ней, готовя к бою своё новое орудие. Утром 9 марта Миннесота сидела на мели, вот там. Монитор находился по другую сторону от неё. А там, где сейчас вы видите авианосцы, стояла на якоре Вирджинии. Она начала готовиться к обстрелу Миннесоты. И тут проявился малыш монитор. С рассветом началась работа. 80-килограммовый снаряд был загружен в жерло одной из наших новейших пушек. «Пошлите им наши поздравления, ребята!» сказал капитан Уорден. Но на корабле конфедератов капитан Роджер Джонс понял, что за противник перед ними. Он видел чертежи монитора в американском научном журнале, так что он знал, кто перед ним. И он понял, что противник скрылся за Миннесотой. Монитор двинулся вперёд, и в итоге они оба шли концентрическими кругами. Поворот Вирджинии занимал полчаса. Монитору требовалось 12 минут. Так что вы видите, как монитор обгонял Вирджинию на каждом круге. Мы внизу не представляли, где наш невидимый враг, как он атакует, какова дистанция до него. Всё, что мы знали, шло из приказов нашего капитана. Хороший выстрел попал под ватерлинию. Последний выстрел сорвал броню с их борта. Смотрите, они хотят нас протаранить, залп из обеих пушек. Они сражались. Они сражались в тот день почти четыре часа, ковыляя мимо, порой почти касаясь друг друга, стреляя самых тяжёлых орудий, которые у них были, оставляя выбоины на броне обоих кораблей. Но никто не смог причинить урон, который бы заставил второго уступить. Обе стороны праздновали победу, но по сути монитор остановил атаки Вирджинии на флот северян, что стало большой победой для маленького металлического корабля. Но хотя монитор сумел справиться с Вирджинией, спустя девять месяцев он оказался во власти более страшного врага. К сожалению, 31 декабря 1862 года монитор попал в шторм. Они сразу же начали спускать команду в шлюпках. За ними шёл другой корабль, подобравший моряков. Увы, сам монитор затонул в Атлантическом океане, забрав с собой 16 жизней. Монитор был найден в 1973 году, а его тяжёлую башню подняли на поверхность в 2002. Вместе с орудиями башня сейчас хранится в лаборатории археологических металлов недалеко от места его славной битвы с Вирджинией. Это было чудесно. Я помню, как я впервые прикоснулся к броне башни. Это была мечта, сбывшаяся наяву, потому что я мечтал об этом всю жизнь. И вот, чудо свершилось. Внутри башни нашлись десятки вещей, брошенных в панике, когда монитор начал тонуть, в том числе бутылки для горчицы, вилки и даже одежда. Это всё было найдено внутри башни монитора. У нас есть целый мундир, рукава, вся спина и частично перед. Отворот здесь сделан владельцем. Это предшественник того, что мы называем бушлатом. Возможно, выносил старшина. Команда монитора приняла участие в морском бою, равного которому ещё не бывало в мире, и сам корабль дал название новому типу военных судов. Мониторы ходили в море ещё сотни лет. Но новый тип кораблей потребовал от Великобритании и всего мира отметить американский опыт. Спустя годы после Гражданской войны флот США утратил дух изобретательства. К 1880-м устаревший флот стал всемирным посмешищем. Ирландский писатель Оскар Уальд назвал его «разваленные и курьёзы». Американскому флоту уделялось мало внимания после Гражданской войны. Именно мониторы использовались для защиты побережья, для мелкого рейдерства и так далее. Но через всего 10 лет всё изменилось, потому что Соединённые Штаты и их флот начали путь, который, как им казалось, приведёт их к мировому господству. В 1880-х они начали строить новые стальные крейсеры и сделали ещё один шаг к постройке линкоров, своих первых линкоров. Один из лучших ранних экземпляров находится в музее Филадельфии «Крейсер Олимпия». Спущен на воду в 1892 году. Длина 105 метров, команда 428 человек. Максимальная скорость 21 узел. «Олимпия» — это бронепалубный крейсер. Она сделана так, чтобы защитить жизненно важные части корабля, но без бронировки всего корпуса. Они не были уверены, что корабль сможет нести вес полной брони. Судно такого размера и мощности поэтому ограничились защитными мерами, создав черепаху из брони внутри корабля. Защищены котлы, машины, рулевое управление, снарядный погреб — всё необходимое. Борта корабля закрыты иначе угольными бункерами. Идея была в том, что в каждом из них стоит водонепроницаемая перегородка, а урон от попадания снаряда или торпеды примет на себя уголь. В 1890-х Америка стала едиными Соединёнными Штатами от Востока до Запада. Нация начала искать новые фронтиры уже за границей. Американцы стали внушительной морской силой, не такой, как Россия или Франция или Англия, но они начали наращивать себе мускулы. И логичной целью стала Испания. Это была империя в стадии распада. Но Испанская империя всё ещё тянулась от Азии до Мексиканского залива, где США нацелились на Кубу. Вот он, остров, который стал бы огромной ценностью, как база США. В конце января 1898 года один из новейших линкоров Америки Мэйн пришёл в Порт Гаваны в знак поддержки кубинских революционеров. Мы считали себя примером людей, которые сбросили контроль Европы и обрели независимость. Мы хотели такого же для кубинцев. Так мы нашли для себя оправдание. Но 15 февраля линкор Мэйн внезапно взорвался в Гаванском порту. Погибло 266 человек. Было объявлено, что виновата испанская мина. Хотя на самом деле причиной скорее стал пожар в угольном бункере. Но американская пресса потребовала мести. Боевым кличем стало «Не забудем Мэйн». Это заставило президента Маккинли объявить войну Испанской империи, чтобы освободить Кубу из-под её иго, а заодно дать американцам возможность забрать испанскую позицию на Тихом океане. И когда в 1898 году война была объявлена из-за представления, что прежде всего надо уничтожить флот врага, штаты решили атаковать не только испанский флот на Кубе, но и корабли, стоящие на Филиппинах, не имевшие ничего общего с Кубой. Азиатская эскадра Соединённых Штатов была ближе всего к Филиппинам. Ей командовал 60-летний адмирал Джордж Дьюи. На борту Олимпии он получил чёткий приказ напасть на испанский флот. «Вы должны захватить или уничтожить суда любыми силами». Когда флот Дьюи в 9 кораблей шёл к Филиппинам, у побережья возле столицы Манилы его ждала испанская Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала Дона Патрисио, Монтоха и Пасарона. Испанский адмирал Монтоха понимал, что его эскадра из колониальных крейсеров, в том числе деревянных, с устаревшими недальнобойными орудиями, полностью уступает американцам. Он привёл корабли как можно ближе к берегу, чтобы, когда они утонут, у моряков был шанс спастись. Адмирал Монтоха приказал кораблям построиться в классическую линию в ожидании американцев. Ранним утром 1 мая 1898 года Олимпия первой из эскадры прошла в Манильскую бухту. С четырьмя восьмидюймовыми пушками на башнях, с десятью пятидюймовыми орудиями по бортам и двадцать одной пушкой двенадцатого калибра флагман являл собой внушительное зрелище. И в отличие от своих предшественников, Дьюи не зависел от ветра. Сила пара давала ему самому выбрать тактику. В Манильской бухте у Дьюи был выбор. Он мог встать на якорь напротив испанского флота и обмениваться залпами до победы. Или он мог уменьшить риск для своих кораблей, держа дистанцию, чтобы они были сложной целью для испанских канониров. Адмирал Дьюи стоял в белом кителе на мостике Олимпии и только через 15 минут огня испанцев отдал приказ флагману стрелять по готовности. Его флот открыл огонь, сделал круг и снова выпалил. Так они обстреливали испанцев, пока испанские корабли не поднимут белые флаги или не затонут. Мощь орудия Олимпии была такова, что кочегаров машинам отделений чуть не сбивала с ног вибрации, а канониры над ними ходили обутыми, чтобы горячая палуба не обжигала им ноги. Как и битва на Хэмптонском рейде 36 лет назад, Манильскую бухту тоже можно назвать перестрелкой. Манильская бухта стала одной из последних битв 19 века. Там не было ни субмарин, ни аэропланов, там не было солдат. Это было сражение между двумя флотами. Но меткость у этой перестрелки была ужасной. Американцы выпустили 5859 снарядов, но в цель попало менее 2% из них. Результаты испанцев были еще хуже. То, что флотские узнали в ходе этой битвы, было совсем не то, чего они ожидали от своих новых кораблей. Через 6 часов сражения, когда многие его корабли тонули, но еще стреляли, адмирал Монтохэ сдался. Испанский флот был стерт в порошок. Половина кораблей утонула, большинство оставшихся еле держались. На Рейне Кристине погибло 330 человек, еще 90 были ранены. Деревянная Кастилья вспыхнула и затонула, забрав 25 жизней. Олимпия же вошла в Манилу. Корабельный оркестр играл испанские песни, чтобы развлечь местных, глазеющих на флот победителей. Дом адмирал Дьюи стал национальной знаменитостью. На свой лад он стал нашей первой поп-звездой. Он был везде, на рекламе лекарств и музыкальных шкатулках. Люди вешали его портреты в домах, он стал героем. Но важнейшим последствием битвы в Манильской бухте стало решение, которое Дьюи сделал, как только развелся дым. Он запросил оккупационные силы. Он должен был бы развернуться и возвратиться назад на свою базу в Гонконге. Но он остался в Маниле. И американцы постепенно поверили в то, что мы заполнили вакуум власти. Мы разрушили испанский флот. Больше там нет никого, кроме немцев, которые вскоре пришли в Манильскую бухту и сказали, знаете, если вам нужно уйти, мы останемся и за всем присмотрим. И люди решили так. Если мы уйдем отсюда, то эти места захватят немцы или еще кто-нибудь с гнусной целью, либо воцарится хаос. Нет, на нас лежит долг остаться и контролировать Филиппины. Это не было частью настроя, с которым они начали войну, но это привело к американскому управлению филиппинами, что создало, за неимением лучшего слова, американскую империю. Мирный Штатом Филиппины, Гуан, Атолуэйк и Пуэрто-Рико. Спустя недели после битвы в Манильской бухте американцы забрали себе и Гавайи. Аннексия Гавайев, Гуама и Филиппин создала цепь остановок через Тихий океан, давшую США более легкий доступ к рынкам Китая. А что самое важное, битва в Манильской бухте сделала Америку мировой силой. Новый статус Америки стал катализатором для быстрого развития флота. Спустя 19 лет после Манильской бухты США заказали корабль, заставивший Олимпию выглядеть памятником истории. Это была копия революционно нового проекта линкора «Владычицы морей Британии». Наступала эпоха дредноутов. В начале 1860-х палубы Кеф-Уориор стали домом для одного из его первых лейтенантов, восходящей звезды флота по имени Джеки Фишер. Он прогуливался по Сау-Даунс, выкрикивал приказы о стрельбе в полный голос, так что его слышали за 60 метров. И он был уверен в себе, как в умнейшем артиллерийском офицере флота. И в своей молниеносной карьере Фишер всегда держался последних изобретений. В 1904 году он был первым лордом Адмиралтейства и считал, что нужно полностью изменить дизайн линкоров и создать новый корабль для обретения неостановимой силы на море. Британский флот был огромен. В отчете к 60-летию управления в 1897 году было сказано, что в нем больше кораблей, чем в следующих шести флотах суммарно. Но мы должны были идти в ногу со временем и техническим развитием, иначе остальные стали бы нас нагонять. Новое судно Фишера черпало вдохновение из прошлого британского флота. Чем выделялся «Вориор» среди кораблей? Скоростью и мощью залпа. Джеки Фишер хорошо это запомнил. Новый линкор строился на Портсмутской верфи секретно. Его постройка заняла всего 130 дней, и он был назван Кеф Дредноут. Когда его спустили на воду в начале 1906 года, мир был в изумлении. В итоге 55-летнего развития мы получили корабль, который обладал всеми чертами «Вориора». Он был крупнее любого существующего корабля. Он нес больше огневой мощи, чем любой другой корабль. Он использовал новейшие технологии. А как бывший артиллерийский офицер, Фишер хотел преодолеть один дефект прежних кораблей. Линкоры несли разнообразное вооружение, каждое орудие наводил и стрелял из башни его командир. Вы не могли увидеть и скорректировать свой промах, поскольку все тоже стреляли, и кто знает снаряд какой пушки куда попал. На Дредноуте 10 одинаковых 12-дюймовых пушек были под контролем одного артиллерийского офицера. Он мог стрелять залпами, он мог нажать на кнопку, и пушки стреляли. Он был над дымом, он был над брызгами, и со своего места мог видеть, куда попали снаряды залпа, чтобы скорректировать новый залп. Внезапно стало можно атаковать вражеские суда издалека. Это было невероятным новшеством. Это вызвало гонку вооружения во флоте. Новый корабль показал, что любой другой военный корабль в мире теперь устарел. и каждый новый построенный броненосец будет зваться дредноутом. И дредноуты были быстрыми. Это были первые корабли, на которых стояли новейшие машины, турбины. Она работает за счет посылания пара под большим давлением сквозь лопасти в контейнер, который разгоняет электрогенератор, движущий винт корабля. Мир последовал по пути Англии. Но из всех дредноутов, построенных в начале 20 века, остался только один. Американский корабль «Техас». Спущен на воду в 1912 году. Длина 175 метров. Команда 1042 человека. Скорость 21 узел. В год своего спуска на воду «Техас», как и другие дредноуты, был техническим чудом. Давайте представим молодого матроса, 16, 17 и 18-летнего парня, который приходит на борт «Техаса» в 1914 году, и будем помнить, что живем в США или в Англии, да где угодно. Скорее всего, у него в доме не было электричества. В доме была одна-две комнаты, может, он спал в общей постели со всей семьей. И тут он приходит на этот корабль, оснащенный электричеством с носа до кормы. Здесь из крана течет вода, только поверни три горячих блюда, своя койка. Это было все равно, что для любого из нас войти в космический шаттл или лунную капсулу. Эти технологии были не просто чужими, для людей они казались инопланетными. Если сравнить этот корабль с другими, равных ему не было на планете. Он был больше и нес больше пушек, чем все остальные. На нем было больше брони, чем на других, и он был быстрее любого корабля. Так что ты знал, что из боя он выйдет победителем. На Техасе до сих пор стоят оригинальные машины 1912 года. Американские инженеры выбрали двигатель тройного действия, доказавший себя на океанских лайнерах. Пар под давлением проходит в первый цилиндр, двигая поршень, который через коленвал связан с винтом корабля. Уже под меньшим давлением пар поступает во второй цилиндр, толкая его поршень, и процесс повторяется в третьем цилиндре. Мы порой шутим, что вы можете увидеть такие машины в двух местах. Здесь и на дне Атлантики, на Титанике. Потому что на Титанике стояли точно такие же двигатели, точно такого же типа. Две такие машины и ещё турбина для среднего винта. Они были шедевром своего времени, их использовали на Титанике, поскольку они были эффективны и давали кораблю скорость, что важно и для лайнера, и для линкора. Появление Кеф-Дредноут в 1906 году навеки изменило корабли. Это вызвало паузу в кораблестроении, поскольку все начали чесать в затылке, думая, чем мы можем ответить на это. В тот момент Британия но для Франции, Германии, США ответ был очевиден. У вас есть этот блистающий в прессе корабль, и он выглядит фантастически, он выглядит зловеще и могущественно, он выглядит как будущее, и все его желают. Превосходство Англии во флоте свелось к одному судну. Это изменило состав участников морской гонки вооружений и дало темным лошадкам, особенно Германии и США шанс догнать Англию, поскольку с момента появления у британцев Дредноута все остальные военные корабли мира абсолютно устарели. В начале 20 века силу страны стала воплощать мощь грозных броненосцев. Но эпоха начавшейся превосходством Англии скоро обрела больший баланс. Появились и новые изобретения, такие как торпеды и подлодки. Силу дредноутов скоро испытают. Искусство морского боя изменится еще раз. Программа подготовлена к показу компании «Сдиаймедиа» в 2017 году. Перевод Анастасия Малиной. Текст читал Сергей Костылев 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 Продолжение следует...